Вишау Веру Девган родился 2 апреля 1969 года, профессионально известный как Ачай Девган. Индийский актер, кинорежиссер и продюсер, работающий кино на хинди. Девган снялся более чем 100 в фильмах и получил множество наград, в том числе 4 национальные кинопремии и 4 премии Filmfare Awards. В 2016 году правительство Индии наградило его Падмашри, четвертое по величине гражданской награды страны. Девган родился в пенджабской индуицкой семье. Семья имеет связи с киноиндустрией хинди. Отец Девгана Веру Девган был хореографом, постановщиком трюков и режиссером боевиков, а его мать Вина является кинопродюсером. Его двоюродный брат Анио Девган является режиссером и сценаристом. Девган окончил среднюю школу в Сильвер Бич в городе Джуху, а затем учился в колледже Матибай. Когда Девган пришел в киноиндустрию в 1991 году, он сменил свой сценический псевдоним с имени, данным ему при рождении, Вишау Наджа, из-за того, что в то же время были запущены несколько других актеров по имени Вишау, в том числе сын Маноджа Кумара. Он начал свою профессиональную карьеру в фильме «Шипы и розы» и получил премию Filmfare Awards за лучший мужской дебют. В своей первой сцене Девган выполнил сплит, балансируя между двумя мотоциклами. Его следующим фильмом стал «Мужественная секция» 1992 года, болливудский фильм о боевых искусствах вместе с Корич Макапур в главной роли, и стал седьмым самым кассовым фильмом того года, собрав в прокате 880 тысяч долларов. И у Девгана начались отношения с актрисой Корич Макапур во время съемок фильма «Мужественная секция», однако пара прекратила свои отношения в 1995 году. В том же году отношения Девгана с актрисой Каршоу начались, когда они снимались в одной из главных ролей в фильме «Подставленный». СМИ назвали их маловероятные пары из-за их противоположных личностей. И 24 февраля 1999 года пара поженилась на традиционной индусской церемонии в доме Девгана. У пары двое детей. Их дочь Ниса родилась в 2003 году, а сын Юг родился в 2010 году. Аджайя Девган стал известен как герой боевиков, снявшись в успешных фильмах, таких как «Могущественный», «Любовное потрясение» 1994 года и «Арест» 1996 года. И его большим успехом стал фильм 1997 года романтическая комедия Индра Кумара «Страсть» вместе с Амиром Кханом, Джуки Чавлой и Каршоу. В этом успешном фильме Девган сыграл Аджайя, богатого мальчика, влюбленного в бедную девушку. И фильм собрал 4 миллиона долларов и стал четвертым самым кассовым фильмом года. И это стал большим прорывом в карьере Девгана. В 1999 году он закрепил успех в фильме «На веки твоя» вместе с Амиром Кханом и Айшвай Раев. Фильм имел коммерческий успех и стал одним из самых кассовых индийских фильмов года, сработав в прокате 2 миллиона долларов. И это стал важным поворотным моментом в карьере Девгана. Многие критики высоко оценили его выступление. В 2000 году Девган выступил как продюсер фильма, где он также сыграл главную роль в фильме вместе с женой Катшоу. Фильм «Дядя Раджо» стал одним из самых ожидаемых фильмов года за счет огромного бюджета фильма. Но фильм не оправдал такой огромный бюджет фильма и в конечном итоге не имел успеха в прокате. В 2001 году Девган снялся в умеренно успешном фильме «Виражи судьбы». С Маткури Дикшит и Прити Зинды, который также не имел успеха в прокате. Его следующим релизмом стал «Беглянка» с Маниши Кайралой, Маткури Дикшит, Чеки Шроф и Анил Капур. Он был номинирован на премию фильмфэр за лучшую мужскую роль второго плана. Однако фильм не пользовался популярностью публики. Следующий фильм Девгана стал биографический фильм «Радж Кумара Сантоши. Легенда Абхаги Тисинхи» 2002 года. И его выступление было хорошо встречено критиками. Однако фильм не имел кассового сбора, собрав в прокате всего 2,5 миллиона долларов. Девган продолжал радовать своим успешным фильмом, как «Человеческая подлость», Аниза Базми. Игра актера в исполнении Девгана была настолько сильна, что вызвала смешанные чувства. Его персонажа можно было одновременно и ненавидеть, и пожалеть. При том, что Девган был отрицательным персонажем, и он выиграл сразу три награды, в том числе награды фильмфэр, как лучший злодей. И фильм имел умеренный успех в прокате. В дальнейшем он сыграл таких успешных фильмов, как «Призрак», «Возвращение к жизни» и «Вода Ганга». В 2004 году Аджиа Девган сыграл в фильме «Долг превыше всего». И уж в фильме было просто фантастический актерский состав. Тут и Амитах Баччан, Акшай Кумар, Ашвай Рай, ну и конечно сам Аджиа Девган. И фильм стал ожидаемым проектом года за счет большого бюджета, в 3 миллиона долларов. На самом деле, изначально Аджиа Девгану предложили роль старшего инспектора, Шехера Вермы. И после чего Девган был выбран на роль злодея Яшфанта Ангре, что сделал его вторым фильмом в качестве антагониста после триллера «Человеческая подлость». И только последний момент был подписан Акшай Кумар по настоянию продюсера Кешу Рамсея. И за это роль Девган был номинирован на премию фильмфэр как лучший злодей. Кинокритик Таран Адарш сказал, что Аджиа Девган добавляет еще одно перо в свою шляпу своим выступлением, который мог бы сыграть только мастер-исполнитель. Фильм «Долг превыше всего» заработал в мировом прокате в общей сводности 6,5 миллионов долларов, став один из самых кассовов боливудских фильмов года. Уступление Девгана было высоко оценено критиками и зрителями. Его злодей был хитрым и бесстрашным. Затем Девган сотрудничал с режиссером Риту Пагна Гоши в драме «Об отношениях. Встреча под дождем. Вместе с Айшвайрай». Фильм получил признание критиков и получил национальную кинопремию за лучший полнометражный фильм на хинде. 2005 год был менее успешным для Девгана. Его фильмы не имели финансового успеха. Среди них были «Людские заботы», «Наедине с сыном», «Любовь творит чудеса», «Танго Чарли» и «Неслучайные знакомые». Однако такие фильмы, как «Глаз тигра» и «Похищенные души», один из которых был финансирован компанией Шакрухана, имели успех. Период с 2006 года по 2009 год был неудачным в карьере Девгана. Это такие фильмы, как «Погоня за удачей», «Муки совести», «Пропавшее воскресенье», «Те, я и мы», «Любимая» и «Лондонские мечты». Практически все фильмы провалились в прокате, кроме двух частей фильмов «Веселые мошенники». В августе 2009 года Девган изменил написание своей фамилии Девган на Девган по просьбе своей семьи. В 2010 году он снялся в фильме режиссера Милана Нутрии «Однажды Мумбаи», который был одним из самых кассовых фильмов того года, и фильмы «Игра Девгана» были хорошо встречены критиками. Ходили слуги, что Аджайя Девган и Конгана Роналд сблизились и закрутили роман во время работы над фильмом «Однажды Мумбаи». В дальнейшем они участвовали в двух проектов – это «Мошенники» и «Неуправляемые». В последнем совместном фильме «Неуправляемые» на главную роль первоначально претендовала актриса Визья Бауна, но ее заменили на актрису Конгана Роналд по настоянию именно Аджайя Девгана. И слуги об их отношении стали чаще распространяться в СМИ. Как семейный человек это давило на Девгана, и он принял окончательное решение больше не работать и не видеться с Конгана Роналд. В следующем десятилетии Девган исполнил роли в фильмах, такие как «Веселые мошенники 3», «Политики», «Сингам», «Обманщик», «Сын Сагдара», «Сингам 2» и фильм «Видимость» 2015 года. Также «Веселые мошенники 4» и «Рейд» 2018 года. Большинство фильмов были успешными. В 2020 году Аджайя Девган сыграл в историческом боевике Тананчжи «Миссис Кадшу». И фильм собрал в прокате 50 миллионов долларов и стал самым кассовым фильмом в карьере Аджайя Девгана. Из последних работ Девгана – это небольшая роль в успешном фильме «Сурия Ванши», где главный роль сыграл Акшая Кумар. И «Полоса 34» вместе с Амитахом Батчаном, который не имел кассов сборов. Также совсем недавно вышел фильм «Слава Богу» вместе с Сиддхардом Альхоттеры, который пока идет в кинотеатрах.